Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Тоши Картошкина! Этого видео никто не ждал, ведь сегодня мы установим в дом школьника компьютер! Наконец-таки мы насобирали с вами на новый компьютер, вот, можно будет теперь с него и стримы делать, и в игры крутые играть на TK Games. Кстати, после этого видео сразу переходите на TK Games, там будет видео, где я на этом компе в доме школьника играю в прикольные игры. Поэтому, ребята, подпишитесь, кто не знал, у меня есть второй игровой канал, вот там будет это видео, мне кажется, оно очень крутое, поэтому обязательно перейдите, подпишитесь и посмотрите. Ну а сегодня, ребята, мне кажется, это видео реально никто не ждал, я его нигде не анонсировал. Вот такой вот компьютер у нас есть прямо сейчас, есть и монитор, и сам блок, и клавиатура, мышка, в общем, все, что нужно для того, чтобы на нем сегодня поиграть. Один из самых сильнейших компьютеров, который вообще существует на данный момент, там установлена Windows 98, если не XP, не помню на самом деле. Давно его не включал, поэтому сегодня у нас еще будет такой челлендж, включится он или нет, потому что я реально не знаю, включится он или нет, может быть, он уже давным-давно и не работает. Так что, как раз сегодня проверим, для этого видео я специально еще и электричество провел в домик, так что, ребята, обязательно поставьте лайк за старание, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить таких же крутых, гениальных следующих видео, ну и напишите свой комментарий с идеей для дома, что следующее приносим в дом, вот, будет интересно почитать. Ну а я желаю вам приятного просмотра, друзья, погнали! Так, ну погнали! Давайте начнем сначала с обзорчика, как это все выглядит со стороны. Монитор немного шире, чем у вас обычный стоит дома, наверное, хотя, может, у кого-то такие стоят. Сверху специальный, конечно, продукт, это новые технологии, специальное охлаждение, то есть уже встроено в сам монитор и не нужно особо корпус использовать. Выполнено это у нас все в такой бело-бежевой расцветке, на самом деле очень красиво, здесь даже подписано, что с этой компанией DVD дискомпакт все сотрудничает, в принципе, и то, что картошки надо сюда дописать, потому что я тоже с этим компуктером сотрудничаю. Все как в новых версиях, есть все вот здесь вот разъемчики, есть дисковод, есть еще один дисковод, посмотрите. А, ну сейчас нет электричества, он не будет работать. Есть все провода специальные, лампочка, в общем, все работает. И этот компуктер очень известный и фирмы Самотрон. Помимо этого у нас, конечно, здесь есть все аксессуары, это клавиатура вот такая вот черненькая, чтобы контраст осмотрелось, ну и мышка тоже такая вот новейшая от Logitech, самая новая у них версия вышла в такой серебристо-черной тоже расцветке. Так что, ребята, вот такой вот комп, оценивайте его в комментариях по 10-бальной шкале. Также, ребята, специально для этого видео, я уже сказал в начале видео, провел сюда электроэнергию, ну потому что как будет компьютер работать без электричества? Давайте я вам покажу, как это все провел, как это все выглядит. Вот, ребята, наш вход в дом, и вы видите вот этот черный проводок. Думаете, наверное, где-то здесь стоит какой-нибудь генератор, но не так все просто. Вот, во-первых, еще один удлинитель, и он туда, вон туда, вон туда, вон туда идет, и до самого моего дома, и вон там, вон там, вон дальше, дальше, есть через три еще удлинителя розетка, и как раз-таки к ней я провел вот этот удлинитель. Давайте зайдем в дом, вот так вот он еще вот здесь тянется, и решил компьютер установить вот на это место, ну потому что стола у нас больше тут нету, ну подходящего. Можно было, конечно, накрывать, но мне кажется, на столе будет самое идеальное место. И здесь у нас вот такой вот удлинитель с двумя розетками, нам нужны как раз две, потому что в одну подключается у нас монитор, в другую подключается у нас блок питания. Ну или не блок питания, а корпус, я забыл просто как он называется, тоже в комментариях напишите, реально вот забыл. Так что вот такой вот у нас удлинитель, вот так он далеко тянется. Ну слушайте, без каких-либо кликбейтов, реально электричество-то провел, просто не совсем стандартным способом, не как-то там супер надо что-то делать, подключаться, а просто удлинителями, вот, потратил сколько тут, метров, наверное, сорок идет удлинитель, но на самом деле прикольно. Так что все, давайте заносить компьютер и его уже тестировать. Так, ну перед компьютером мы поднимаемся на второй этаж, хотел вам показать небольшое обновление после предыдущего видео. Наконец-таки я сделал, чтобы дверь закрывалась. Раньше дверь проскакивала, вот, но сейчас я установил после видео уже вот сюда такой вот деревянный блок и тоже закрывашку. То есть, во-первых, она теперь сейчас не проходит дальше, а во-вторых, можно спокойно закрыться от хейтеров, которые могут сюда залезть, как я, в принципе, сюда залезаю, потому что на первом этаже есть замок, здесь нету. А теперь вот здесь вот, хоп, перед выходом на щеколду все закрыл, все, на первом этаже закрыл, и теперь никто в дом точно не попадет. Так, ну все, начинаем заносить уже наш компьютер сюда, по частям, конечно же. Сначала у нас клавиатура с мышкой идет. Берем вместе с этим сразу корпус, главное не потерять никакие розетки. А у меня там, кстати, еще удлинитель был, мне кажется, я его уже по дороге где-то выронил. Ну ладно, погнали в дом. На самом деле, ну, такой блок, как у обычного компьютера, он у всех компьютеров тяжелый. Ну и наш монитор, ну, достаточно легенький, конечно, потяжелее, чем у вас стоят, потому что здесь самая новейшая версия. Вот, тут всякое охлаждение суперкрутое, водяное. Ну, в общем, много всего, тоже посмотрим походу. Так что, тоже заносим его. Тут мышку, наверное, с клавиатурой сначала положим немного вбок, потому что, ну, сейчас надо как-то посмотреть, все ли у нас влезет на стол, потом уже ставить. К следующему у нас идет монитор, надо проверить, влезет он сюда или нет, чтобы посмотреть потом, блок получится сюда поставить или нет. Вроде бы все нормально, еще местечко дополнительное остается. Единственное сейчас главное, чтобы стол не упал, а то, кто знает, ну, вроде бы, ладно, все крепкое дело не должно. Так, ну, слушайте, вот так вот. Идеально, конечно, но клавиатуру-то мне некуда поставить. Так, надо еще как-то его повернуть. Будем играть вот так, нормально, пойдет. Вот сюда у нас пойдет мышка. Так, и наш корпус понесли. Можно, конечно, его установить и вот сюда, но мне кажется, нам тогда не хватит места для клавиатуры. Ладно, не будем уж сильно делать тут роскошь, потому что, знаете, вот эти, которые стоят с прозрачными корпусами, там, с подсветочкой всегда на столе. Поставим его вниз, ладно. Ну, просто у нас такой вот стол небольшой, поэтому только так, только так. Ну, и так пойдет, так что давайте его тоже вниз поставим, тогда уберем. Ну, здесь самый раз. Теперь можно и мышку сюда поставить, и клавиатуру. Так, ребята, сейчас я уже буду оборудовать рабочий стол наш для компьютера, вот это геймерское местечко, и вам уже его покажу. Мне осталось совсем немного установить, я уже, можно сказать, подключил к розетке, вот, пока не стал втыкать, чтобы меня током не ударило. Нужно подключить последний вот этот провод, переходник, который идет от монитора к нашему корпусу, чтобы это все как-то взаимодействовало, потому что я вначале такой думаю, уже сейчас надо включать, а такой, а как монитор между собой с компом работает. Вот, у меня тут, кстати, специальная есть киберспортивная такая щелка, через которую это все спокойненько подключается. Можно, конечно, и вот так, но, ребята, это как-то не по красоте, согласитесь. Почему у нас тут провод торчит? Когда у нас есть специальное тут местечко, готово продемонстрировать уже наше геймерское место. Посмотрите, здесь у нас припарковалась розеточка, вот так вот. Здесь у нас сам монитор стоит, уже все подключил. Здесь вот специально по красоте вывел вот эту клавиатуру с мышкой вниз. Здесь сзади, конечно, тоже все подключил, уже питание, переходник. Единственное, что я как бы не особо в компах разбираюсь, вот, но мне кажется, что тут не хватает одного разъемчика, вот здесь точнее. Там должно быть еще отдельное питание, но по логике больше трех розеток, то точно не должно быть больше двух, потому что одна у нас на монитор идет, одна на блок. Ну, я думаю, в принципе, все нормально подключил, так что давайте пробовать его включать. Так, ну все, подключаем все питание, сначала подключаем наш блок, потом подключаем наш монитор. Все готово, все должно работать. Так, ну все, ребята, погнали, нажимаем эту кнопочку включения. Пошел процесс, ребята, пошел. Так, ну монитор его, кстати, я не знаю. Сейчас взорвется, что-то. Там что-то взорвалось, ребята. Он обычно так не шумит. Ё-моё, что происходит? Я его выключить не могу. Ребята, вы слышите, как он пищит? Ощущение, что сейчас что-то взорвется, не? Он обычно так не грузится. Что-то не так. Ладно, вырубаем. Главное, чтобы током не долбануло. Перчатки, перчатка. Вырубай, вырубай быстрей. Все рванет. Все. Фух. Слушайте, ребята, видимо, реально я забыл вставить какой-то провод с этим, с питанием. Может, возможно, оно и не запускается из-за блока. Но сейчас я пойду поищу, если реально что-то потерял. Потому что я такой писк вообще не слышал. Он пищал, вначале там вообще рвануло что-то. Блин, если он больше не запустится, это будет самое грустное видео. Так, ребята, я уже приготовился ко второму запуску. Потому что больше я не нашел ничего. Ну, я думаю, что не должно быть там два подведена провода к блоку питания. Ну, короче, там что-то странное. Вот, и больше двух розеток точно никогда не бывает на компе. Даже на этом. Потому что какое-то три розетки для компа. Так что я приготовился, но на всякий случай взял защитку. Потому что при первом запуске что-то там рвануло. Есть вариант, что там много пыли. Эх, погнали, ребята. Что, пробуем еще раз. Так, возможно, надо монитор включить. О! Вроде включилось что-то. О, вот, монитор работает. Все, кнопочка зелененькая мигает. Так что, ребята, давайте, пожелайте мне удачи. Если вы это видео смотрите, это еще не факт, что компьютер заработал. Так, все, погнали. Ребята, третий запуск сейчас проходит. И уже ничего не пищит в блоке. Видимо, третья попытка самая удачная. Но я все проверил. И знаете, что, кстати, узнал интересный факт такой? Этот компьютер, вы даже не догадаетесь, какого года. Я думаю, большинство даже в это время не родилось. 2002 год. Там написано 30-е, 0-9-е. 0-9-е это сентябрь. 30-е сентября 2002 года. И у него срок службы 10 лет. А прошло уже 20. Капец. Ровно, кстати, почти скоро будет 20-й год ему уже, этому компу. Ну, слушайте, прикольно. На самом деле, то, что он 10 лет уже как не имеет срока службы. Я хотел его запустить, хотя бы для того, чтобы посмотреть его комплектующий. Очень интересно, что было в 2002 году. Так, ребята, у меня уже кончились надежды. Но я переставил просто другими местами блоки. Решил еще раз запустить. И у меня уже на мониторе высветилась надпись «Ноу сигнал». Но это потому, что я отсоединял там провод. Вот. Ну, думал уже разбирать корпус, посмотреть, что там. И, в принципе, видимо, из-за того, что кто-то... Я просто когда взял, он сразу был так воткнут. Кто-то неправильно подсоединил. Поэтому он, может, не включался. Поэтому давайте попробуем еще раз. Вот, смотрите, друзья. Просто летает вот это окошко. Нету соединения. Посмотрите, сигнал-кабель. Вот это, это вот сигнал-кабель. Я его отключаю. Появляется эта табличка. Я его подключаю. И ничего не появляется. Вот давайте вместе с вами попробуем его подключить сейчас. Все, окей, он держится. Смотрим на экран. И теперь тут просто ничего нет. Ну что, ребята, я уже починил этот компьютер. Поэтому набираем 400 лайков и выходит вторая часть, где мы уже будем в доме школьника тестировать в нем игры и создадим свой компьютерный клуб. Так что, ребята, с вас лайк, а с нас вторая часть. Ну, слушайте, ребята, у нас не получилось запустить компьютер. Я думаю, это связано не с электричеством, а именно с самим компом. Потому что, ну, реально, 2002 год, капец, 20 лет прошло. А комп еще работал до этого. Потому что в том году примерно, или поза том, я его включал еще. Те, кто разбирается, напишите в комментах, что вы думаете, что это был за взрыв. Может быть, нужно его разобрать, проверить. Там, может быть, что-то кабелями переставить. Поэтому, кто вот есть эксперты, обязательно в комментариях напишите. И, может быть, сделаем вторую часть, где попробуем запустить вот этот старенький компьютер уже во второй раз. Но, в любом случае, мне кажется, получилось прикольно. То, что провели электричество. Уже так компьютер было бы прикольно смотрелось. Вот, когда купим новый, обязательно сюда привезем. Попробуем на нем затестить уже очень крутые игры. Так что, друзья, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть с компом. Поставьте свой лайк за мои старания. И, конечно же, напишите комментарий. Ну, а с вами был я, Тоша Картошкин. Всем до новых встреч, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok